Послание Отца Абсолюта 3 мая 2023 года Сторонний Наблюдатель Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами начинаем новую тему, которая, надеюсь, поможет вам избавиться от остатков трехмерности, как в вашем сознании, так и в вашей повседневной жизни. Что является главным препятствием для человека на пути его духовного развития? В первую очередь, это дуальное восприятие действительности. Мало кому пока удается полностью освободиться от сравнения, суждения, гнева, обиды, разочарования, как бы вы ни старались себя изменить. И особенно трудно сделать это сейчас, когда ситуация на Земле обострилась до предела, а терпение ваше уже на исходе. Сразу скажу, что ни в коем случае не следует себя винить. Это неизбежно, пока вы живете в трехмерном мире, где буквально все пропитано энергией дуальности. Но вместе с тем опускать на самотек свои эмоции тоже нельзя, иначе вы так и не сможете поднять свои вибрации до того уровня, который позволит вам совершить переход. И хотя уже на протяжении многих лет мы с вами обсуждаем тему трансформации вашего сознания и освобождения от стереотипов трехмерного мира, она до сих пор остается весьма актуальной. Поэтому сейчас мы с вами подойдем к ней немного к другой стороне, уже с позиции человека, стоящего на самом пороге пятого измерения. На самом деле для многих из вас это кажется не такой уж трудной задачей, поскольку теоретически вы подкованы уже основательно. Теперь дело за практикой. И вот с чего мы начнем. Попробуйте представить себе, что вы уже переместились в пространство пятого измерения, и теперь оттуда смотрите на себя самого, как на человека, пока еще не достигшего этого уровня, но всей душой стремящегося к нему. Первое, что вам нужно сделать, это приучить себя к тому, что теперь вы живете одновременно в двух мирах, в третьем и пятом измерениях. Или другими словами, своим сознанием вы уже практически всегда пребываете в мире пятого измерения, и лишь контролируете свою проекцию в трехмерном мире, корректируя сверху свои мысли, эмоции и поступки. В данном случае такое раздвоение личности не принесет никакого вреда, а наоборот, пойдет вам на пользу, и научит любой ситуации оставаться сторонним наблюдателем не только за другими людьми, но и за самим собой. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерный Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения.